Праздник праздником, но люберецкие спасатели всегда готовы к работе. Накануне они провели учения в торговом центре котельников. Порядка шести специальных машин и более 20 сотрудников прибыли на место условного пожара. Как справились с эвакуацией посетителей, персонал магазинов расскажет Мария Антонова. По техническим причинам просим вас немедленно покинуть торговый центр. Именно после этого сигнала посетители стали покидать торговый центр. В 10 часов 5 минут сработала сигнализация и через некоторое время на место уже прибыли сотрудники пожарной охраны. Пожарная сигнализация сработала и поступил сигнал на пульт 01 пожарной части номер 27. Одновременно с поступлением сообщений были направлены силы и средства пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру вызова на торговый центр. Сотрудники, персонал и посетители торгового центра в течение 10 минут покинули самостоятельно здание торгового центра. И до прибытия пожарных подразделений все были эвакуированы. Сотрудникам пожарной охраны оставалось только подтвердить отсутствие людей в здании и приступить к тушению условного пожара. Эвакуация проведена на оценку удовлетворительно. Сотрудники торгового центра с поставленной задачей справились. Оценку удовлетворительно пожарные поставили сотрудникам торгового центра из-за некоторых нарушений, выявленных в ходе проведения учений. Но, по словам Максима Катаева, они не критичны. Мнение же посетителей магазинов относительно учений разделились. Кто-то был им не рад, а те, кто чуть больше беспокоятся о своей жизни, думали по-другому. Я считаю, что обязательно нужно, да. Потерпеть можно, что я вот первый раз сюда приехала, меня подруга сопровождает. И вот получилось так, что пришлось нам гулять здесь. Но я считаю, что это нормально. В течение апреля подобные тренировочные эвакуации по поручениям начальника главного управления Генеральной прокуратуры и губернатора Московской области были проведены во всех торговых центрах не только Люберецкого округа, но и соседних городов. Котельников Держинского и Лыткарина, а также во всех социально значимых объектах. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.